Это проект «Невредные заметки». Здравствуйте, друзья! Вы смотрите тележурнал интересных, удивительных и познавательных историй. Как вы думаете, можно ли выжить при падении с высоты 1 километр? А если падать 10 километров? Причем без парашюта. Может ли всего один пароход уничтожить миллионный город? Я говорю не об атомной подводной лодке или ракетном крейсере, а о простом старинном грузовом пароходе. Предвижу грамотный ответ. Смотря чем, этот пароход будет загружен. Все правильно. О том, что именно находилось в трюмах британского сухогруза «Форд Стайкин» и о счастливых падениях с очень большой высоты, вы узнаете из этой программы. Давным-давно, еще в детские годы, мне попалась в руки книга о морских катастрофах. Больше всего врезалась в мою память история о пароходе, который уничтожил огромный город. Всего один, в общем-то, небольшой сухогруз, сжег огромную часть многомиллионного и самого населенного города в Индии – Бомбея. Сегодня он называется Мумбай. Несмотря на размер катастрофы, о ней почему-то мало кто знает. Исправляю этот пробел. Теперь о ней узнаете и вы. До сих пор старожилы портового города Бомбей в разговоре о прошлом употребляют выражение «до взрыва» и «после взрыва». Это память о печальных событиях 14 апреля 44-го года прошлого века. Местные жители любят рассказывать о том, что в тот злополучный день далеко за городом, вдали от порта, на полу своей бедной хижины сидел бедный и старый сапожник. Вдруг крыша его хижины дрогнула, хрустнула, и у ног старика воткнулся в землю, как ему показалось, кирпич. Старик схватился за этот кирпич и обжег руку. Это был раскаленный слиток золота весом 22 килограмма. Его закинуло за многие километры взрывом английского парохода «Форт Стайкин». На его борту таких золотых слитков было 155. Как вы думаете, сколько их потом нашли? И вообще, как бы вы поступили, если бы рядом с вами упал с неба кусок золота? Я, например, четко знаю, что бы я сделал. У меня даже есть список желаний, уже готов. А знаете, как распорядился нежданным счастьем бедный сапожник? Об этом я расскажу чуть позже. Итак, британский пароход «Форт Стайкин» был гружен не только золотом. 155 слитков на общую сумму 5 миллионов тогдашних долларов – это был сопутствующий груз. А главным товаром был пакистанский хлопок и, внимание, 1700 тонн сильных взрывчатых веществ, в том числе 300 тонн тротила. Еще раз, 1700 тонн очень опасного груза. Помимо этого, на борту были еще и серо и каучук. Это было безумие – грузить хлопок вместе с серой на судно, забитое взрывчаткой. Любой мужчина, который в детстве делал бомбочки и взрыв в пакеты, сейчас должен съежиться и вздрогнуть. Вот кому пришло в голову перевозить эту адскую смесь на одном пароходе? Тем не менее, время было военное, и капитан Александр Найсмит смирился со своей задачей. 14 апреля 1944 года неспешные индусы приступили к разгрузке хлопка. До сих пор неизвестно, что стало причиной происшедшей катастрофы. Это мог быть недосмотр команды или разгильдяйство грузчиков, закуривших в трюме. А могло быть и само возгорание хлопка – довольно-таки частый случай на судах. В полдень между тюками появился дым. На пароходе сыграли пожарную тревогу, и матросы приступили к тушению. Вскоре из Бомбея на подмогу прибыли две пожарные машины. Но проблема заключалась в том, что никто не мог определить, где собственно горит, где этот очаг возгорания. Над палубой стелился только дым, а источника огня не было видно. Прошло три часа, а пожар таки не был потушен. В порт прибыли еще полтора десятка пожарных машин, но и они мало чем могли помочь. Количество пожарных рукавов постоянно увеличивалось. К тушению приступили даже два водоналивных судна, но и это не помогло. Зная о том, какой опасный груз находится на борту у капитана и у руководства порта, были только два правильных варианта решения проблемы. Первый. Срочно выводить форт Стайкин на рейд и там его затопить. И второй вариант. Топить его прямо у причала. Но капитан Александр Найсмит медлил. Он очень хотел сберечь свой корабль. Очень нерешительно повел себя также чиновник бомбейского порта полковник Сандлерс. Пока эти джентмены раздумывали, время уходило. И наконец вышло. Взрыв был чудовищной силой. Пароход, его экипаж и пожарные, которые находились на борту, просто исчезли. Пожарные машины, стоявшие у причала, раскидало по всему порту. Погибло очень много зевак, моряков и грузчиков, привлеченных зрелищем невиданного пожара. Три десятка судов, которые находились рядом, были полностью уничтожены. И восстановлению больше не подлежали. К примеру, один из грузовых пароходов выбросило из воды, он пролетел несколько сот метров по воздуху и целиком оказался на берегу. Стоявший рядом с фортом Стайкиным пароход Жалопадма был выброшен кормой на крышу склада. А высота этого склада была, между прочим, 17 метров. Другие портовые склады, а их было полсотни, в один момент перестали существовать. Их содержимое, зерно, оружие, боеприпасы, все это разлетелось по огромной акватории порта. В огне пожаров начали рваться уцелевшие на складах снаряды. Корма форта Стайкина перелетела через склады и упала на дорогу в 200 метрах за воротами порта. Но это было только начало. Сотни тысяч тонн горячего хлопка поднялись в воздух, и ветер понес это пылающее облако в сторону города. Начались пожары в самом Бомбее. Деревянные дома вспыхивали один за другим. Людям некуда было скрыться, многие сгорали у себя дома, либо прямо на улицах. Многомиллионному городу грозило полное уничтожение. Бомбей спасла всеобщая поголовная мобилизация. В течение многих суток солдаты, моряки и мирные жители боролись за свой город. Последний источник огня был полностью потушен только через две недели. Через две недели после взрыва форта Стайкина. Позже на одной из улиц Бомбея, примерно в километре от акватории порта, была обнаружена паровая установка рокового судна. В километре. Еще одна подробность взрыва потрясает своей сверхъестественностью. Якорь форта Стайкина весом в три тонны улетел в открытое море, и там утопил рыбацкое суденышко. Представляете, какой у дьявола был точный расчет траектории полета? А каковы были ощущения у экипажа рыбацкого баркаса? Идут себе такие по морю, никого не трогают, ни в чем не виноваты, сетки ставят. И тут сверху ба-бах, с неба падает якорь и топит их баркас. Вас наверняка интересует, что стало с тем золотом, которое упало на хижину старика-сапожника, и как он им распорядился. Бедный, но очень честный сапожник пришел в полицейский участок и сдал его властям. Тот золотой кирпич был единственным обнаруженным после взрыва. Все остальное золото просто исчезло. До сих пор никто точно не знает, сколько погибло людей в той трагедии. Официальные цифры в 1500 убитых и 3000 раненых не соответствуют действительности. Никто не считал, сколько людей сгорело или пропало без вести в Бомбее. В этом самом крупном и густонаселенном индийском городе в деревянных лачугах проживало очень много бедняков. Сколько их погибло, неизвестно никому, кроме Всевышнего. Во время тушения пожара было допущено бесчисленное количество ошибок, приведших к тому, что один пароход уничтожил половину миллионного города. Но вы знаете, это не единственный случай в истории. Подобный и даже более страшный, причем самый мощный взрыв до ядерной эпохи произошел во время Первой мировой войны в канадском городе Галифакси. Об этом в моей следующей программе. В одной из своих программ о неслучайных случайностях я рассказывал вам о реальном факте падения человека с крыши девятиэтажного дома, после которого он выжил. Человек был сильно пьян, он упал сначала на ветки дерева, а потом рухнул в глубокий сугроб. Лично я считаю, что Био спас ангел-хранитель, который отвлекся от небесного новогоднего стола, вовремя подлетел и успел раскрыть свои крылья под падающим подопечным. Но вы знаете, счастливое падение с высоты 25 метров это еще не рекорд. История знает множество более крутых примеров. Несколько из них в моем сюжете. И начну рассказывать в порядке возрастания высоты. 31 октября 2002 года югославский десантник майор Драгон Курчич во время учений упал с высоты 1 километр. У него сначала не раскрылся основной купол, затем не вышел запасной. И наконец перед самой землей открылись сразу оба купола. Но при этом переплились стропами. Спасло Драгона то, что стропы зацепились за дерево, а потом он упал на крышу армейского барака и проломил ее. Эта крыша смягчила падение и майор Курчич оделался только синяками и ушибами. Вы думаете, Югослав испугался и после этого перестал прыгать? Как бы не так. Это какой-нибудь штатовский десантник сначала бы поменял белье, потом написал бы рапорт на увольнение, дал пресс-конференцию, поучаствовал бы в различных ток-шоу и наконец подал бы в суд на свое командование. Выиграл там кучу денег и потратил бы их на запас памперсов. Потому что как ночные кошмары, пропадение с километровой высоты требуют свежих памперсов. Но нас, славян, так просто не возьмешь. Безбашенный Драгон Курчич струсил себе пыль, щепки, черепицу, попил чайку, взял новый парашют и спустя всего час снова поднялся в небо и совершил очередной прыжок. Теперь уже правильный, во как. Похоже, и весьма невероятный случай произошел в мае прошлого года во время военных учений на юге Перу. Десантник Амасуфиен Гамарра падал с высоты полтора километра. Ситуация осложнилась тем, что стропы купола обернулись вокруг его шеи. Парашютист потерял сознание и упал на землю. При этом сержант Гамарра не только выжил, но и практически не пострадал. Врачи нашли у него лишь вывых лодыжки. Врач скорой помощи Гильермо Пачека заявил, «Мы не знаем, каким образом произошло падение, но у него нет ни одного перелома. Это настоящее чудо, что он остался жив. На это была Божья воля». Следующее чудесное спасение произошло в декабре 1971 года и тоже в Перу. Там разбился пассажирский авиалайнер. Он вылетел из Лимы и угодил в сильную грозу. В лайнер ударила молния. Он загорелся и разлетелся на куски. Молодая девушка по имени Джулиана Кепке потеряла сознание, а когда очнулась, то обнаружила себя пристегнутой к креслу и вместе с этим креслом, висящей на дереве. Как позже выяснилось, она была единственной выжившей в той трагедии. Но это еще не все ее испытания, которые выпали на долю этой девушки. Путь ее к окончательному спасению лежал через Дикую Сельву, по которой она скиталась 11 дней. На свое счастье она встретила индейцев, которые доставили ее в госпиталь. Страшная авиакатастрофа произошла на нашем Дальнем Востоке в августе 1981 года. Ее долго скрывали, не афишировали, в прессе не освещали. А судьба единственной выжившей в дальнейшем сложилась весьма трагично. Из Комсомольска на Амуре в Благовещенск летел пассажирский самолет Ан-24. На его борту находились молодожены Савицкие. Они летели домой после свадебного путешествия. На высоте 5200 метров их самолет столкнулся с военным бомбардировщиком Ту-16. Все, кто находился на борту обеих машин, погибли. Все, кроме одной. Выжила только Лариса Савицкая. Подробности ее спасения впечатляют. Она падала с огромной высоты на обломки самолета размером 3 на 4 метра. Этот обломок летел к земле несколько минут. Представьте себе эти ощущения. Причем удивительный факт. Она сидела в кресле непристегнутая. Она от страха так вжалась в это кресло, так в него вцепилась, что ни вращение обломка, ни воздушные потоки не смогли ее оттуда вырвать. Кусок корпуса самолета с Ларисой Савицкой спланирован на березовую рощу, которая ей смягчила удар. Сидящий в соседнем кресле муж Ларисы, Владимир, погиб. Она выжила, но получила при этом серьезные травмы. В ожидании спасателей она соорудила себе временное убежище из обломков самолета. Она развела костер из чехлов сидений и укрывалась от таежных комаров и гнуса целлофановым пакетом. Ее нашли в глухой тайге только через три дня. Все это время там шел сильный дождь. Ужас. Лариса Савицкая потом долго лечилась, но до сего дня ее преследует боль. И не столько физическая, сколько моральная. Она дважды внесена в российское издание Книги рекордов Гиннесса. Как человек, выживший после падения с высоты 5200 метров и как человек, получивший минимальную сумму компенсации физического ущерба 75 советских рублей. Дело в том, что по тогдашним нормативам гостраха выжившим в авиакатастрофах полагалось всего лишь 75 рублей. Продолжаю тему невероятных бескрылых полетов. Большинство счастливых падений с большой высоты приходится на годы Второй мировой войны. Этих примеров несколько десятков. Вот некоторые наиболее интересные из них. В марте 1944 года во время налета на Германию был сбит самолет англичанина Николаса Элкимейде. Летчик хотел спастись на барашюте, но тот не раскрылся. А высота была 5 километров. С этой высоты Николас умудрился попасть точно в большую и лохматую елку. Дальнейший удар об землю был смягчен снежным сугробом толщиной около полуметра. Удивительно, но обошлось без единого перелома, хотя скорость свободного падения составляла не менее 150 километров в час. Этот случай был широко описан в военной прессе. Там Элкимейда называли исключительно выжившим кандидатом в покойники. Поднимемся выше. В 1942 году в воздушном бою мессерами был сбит советский бомбардировщик Ил-4. Прозвучал приказ командира прыгать с парашютами. Немцы увидели, что экипаж покидает машину и попытались расстрелять летчика в воздухе. Штурман экипажа Иван Чисов покинул самолет на высоте более 7 тысяч метров и решил перехитерить фашистов. Вошел в затяжной прыжок. Он несколько раз перекувркнулся в воздухе и вошел в штопор. Все усилия Чисова выйти из этого опасного вращения не увенчались успехом. Представляете, что чувствует и о чем думает человек, который падает с высоты 7 километров? Спас Ивана толстый и рыхлый снежный покров. Штурман сначала попал в огромный сугроб на краю оврага, пробил его насквозь, а потом покасательно скатился по откосу этого оврага. Русская зима и силы небесные спасли хорошего человека. Кстати, командир Ил-4 по фамилии Жуган последовал примеру своего штурмана и тоже совершил затяжной прыжок. Но у него все получилось, и на земле его подобрали гвардейцы-конники. Они привели Жугана в деревню, где уже находился Чисов. «Ну ты как?» – обрадовался встрече и спросил Жуган. Штурман молча показал на угол СБ, а там лежал его нераскрытый парашют. Глаза и лицо у командира после этого стали очень выразительными. Поднимемся еще выше, на высоту 8 тысяч метров. В феврале 1945 года над Австрией столкнулись два американских бомбардировщика Б-17. Стрелок одной из этих машин, Эрвин Кассиасарек, оказался заблокированным в хвостовой части и не смог покинуть самолет. Он упал вместе с ним с высоты более 8 километров. Больше всех были поражены немецкие солдаты, когда с неба на землю упала огромная летающая крепость. Произошел большой бздыщ, и когда пыль осела, из-под обломков самолета выбрался и отряхнулся американский летчик. Целый и невредимый. Мне кажется, что сценарист фильмов про терминатора знал об этом удивительном случае, был впечатленным и неоднократно применил этот прием в своем шедевре. Немцы про терминатора тогда еще ничего не знали, и поэтому просто взяли и пленили Эрвина. Выжить при падении с высоты 5, 7 или даже 8 километров – это еще не предел везения. Абсолютный рекорд – 10 километров – принадлежит стюардессе югославских авиалиний, женщине с очень красивым именем Весна. Весна Вулович. По-русски ее имя звучит еще более прекрасно – Весна. 26 января 1972 года из Копенгагена в Загреб летел самолет Макдоналду Глаз DC-9. Над чешским городом Сербской каменицей на его борту грянул взрыв. Это сработала бомба, заложенная хорватскими националистами-устошем. Выжить при взрыве на высоте 10 тысяч метров невозможно. Но, видать, Всевышнему очень нравилась эта красивая девушка, и он сотворил чудо. Другого объяснения я не вижу. Сама Весна не помнит ничего о прошедшем. У нее после взрыва возникла амнезия, и она не помнит даже того, что было за час до катастрофы. Обломки самолета упали на заснеженные поля и деревья. К ним поспешили местные жители, и среди мертвых тел обнаружили живую Весну. В катастрофе Весна Вулович получила перелом основания черепа, трех позвонков, обеих ног и таза. Кроме того, в первые дни после происшествия она пребывала в коме. Лечение заняло 16 месяцев, из которых в течение 10 месяцев у девушки была парализована нижняя часть тела. На фото в больнице она позирует с куклой бравого солдата Швейка. Я не знаю, кто ее подарил Весне, но просто уверен, что эта кукла как-то связана с ее земным спасителем, местным чешским жителем, крестьянином по имени Бруно Хонке, который первым оказался на месте аварии. Дело в том, что в годы Второй мировой войны он работал в немецком полевом госпитале и хорошо знал азы первой медицинской помощи. Он-то и обнаружил едва живую Вулович среди мертвых тел и оказал ей первую помощь. Это и спасло девушке жизнь. Спустя 13 лет после катастрофы чудесное спасение Весны Вулович занесли в книгу рекордов Гиннесса как самый высотный прыжок без парашюта. Это была программа «Невредные заметки» тележурнала интересных, удивительных и познавательных историй. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok